Первый объект областного центра, на котором побывал премьер-министр Андрей Кобяков – детская областная клиническая больница. Реконструкция ведется по доручению президента Беларуси с 2016 года. Увод запланованный на липень 2018 года. Узведение медустановы продолжает пять этапов. По словам местных руководителей, все работы на объекте ведутся в соответствии с планом. В приватности тут будут сразу несколько новых медкорпусов. Так же будет установленный дом, который существует детской больницы. После реконструкции установа будет укомплектована сучасным медицинским обсталяванием. Андрей Кобяков так само наведал новобудовли города и ознайомился с вытворчостью Гомельского домобудовничного комбината. По его словах, Гомельское предприемство и в уголе сфера будовництва нашего региона демонструет добрые выники по снижению кошту одного квадратного метра жилья. Это стало махчимым, дякуючи скорочению затрат в будовництве. Стоимость квадратного метра жилья с государственной поддержкой Гомельская ДСК строит 260 долларов. 303 – это то, что на коммерческой основе предлагается для свободной реализации. Я думаю, что многие граждане, услышав такие цифры в других областных центрах и в столице, в общем-то, я думаю, будут приятно удивлены. Причем, хочу сказать, что это сделано не за счет каких-то искусственных натяжек, каких-то дополнительных поблажек или чего-то еще. Это просто делается за счет того, что люди своевременно правильно провели модернизацию. Становший опыт Гомельской области у сферы будовництва, лишить премьер-министр треба распаутюживать во всех регионах. Отзначим, что новый дом с самым танным коштом квадратного метра в Украине Гомельский домобудовнический комбинат увел у эксплуатацию летом минулого года. В предыдущем году нами построены дома с госзаказом со средней стоимостью метра квадратного по подрядным работам с ценой 5 миллионов 600 в старых недименированных рублях. Это цена по госзаказу, где нет затрат застройщика. В целом, если строится жилье долевое коммерческое, затраты застройщика, не входящие в смертную стоимость, дополнительно дает еще 2 миллиона рублей, в среднем 1,5-2 миллиона на метр квадратный. Сгодно с планом будовництва жилья, до 2020 года будет поступово снижаться и уровень процентных ставок по банковских кредитах, которые предоставляются на огульных умовах. Так, по выниках, с 2017 года плануется выйти на уровень 17-18% годовых, в 2020 году до 9-11% годовых. Такое снижение процентных ставок по кредитах разом со снижением кошта одного квадратного метра себя спишет в створении таких умов кредитования, которые по финансовой нагрузке на гражданина отповедают умовам и льготного кредитования.